На этой неделе имела свое продолжение история с новыми условиями работы ИП-шников, которые определены президентским указом номер 222. Их обсуждала специальная рабочая группа, которая создана при Министерстве экономики. О том, удается ли малому бизнесу с одной стороны и профильным министерствам с другой найти общий язык, мы уже через минуту поговорим с сопредседателями этой рабочей группы. А сейчас свежая информация от крупнейших торговых центров и рынков столицы. Вы помните, конечно, что в начале января значительная часть торговых точек была закрыта. Давайте посмотрим, как там обстоят дела сейчас. Сравнивать будем с данными за 4 февраля. Очевидно, что за 10 дней ситуация изменилась. В торговом доме Ждановичей работа возобновлена почти во всех павильонах. Заметно также улучшение с уличными палатками и киосками. Было 44 точки, стало 76. На Лебяжьем рынке возобновили работу пока только 46% предпринимателей. А на западном и торговых рядах уже 55 и 62%, соответственно. Ну и почти двукратный рост торговли в Свелте и на Чижовском. Что ж, теперь к обещанному интервью. В студии Контуров сразу два замминистра экономики и торговли. Ирина Костевич, Ирина Наркевич. Ирина Анатольевна, Ирина Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. Рад видеть в студии накануне 23 февраля красивых женщин. Спасибо, что пришли. Вы входите в состав той самой рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей. На этой неделе состоялось, если не ошибаюсь, уже третье ее заседание. Я бы хотел, чтобы вы в нескольких словах рассказали о том, как работает эта группа, о том, какие решения она принимает, насколько она эффективна вообще. Рабочая группа была создана 4 февраля по инициативе индивидуальных предпринимателей. Вот здесь в аудитории присутствуют два сопредседателя. Я, Ирина Владимировна. В состав рабочей группы вошли 20 представителей бизнеса. То есть мы понимаем, да? Из 23 человек 20 представителей бизнеса. Это представители советов индивидуальных предпринимателей рынков и торговых центров, представители ассоциаций союзов бизнеса. Есть, конечно, определенные подвижки в решении вопросов и в понимании того, чего предлагает бизнес. Прежде всего, и надо признать, что это было принято большинством голосов. Один только индивидуальный предприниматель проголосовал, воздержался, и один представитель против. Все остальные проголосовали за. Это постановление четырех органов госуправления, госстандарта, Минздрава, Минсельхозпрода и Минторга. Постановление, которое касается порядка подтверждения наличия сертификатов и декларации соответствия, подтверждающая качество и безопасность товаров. То, что бизнес сказал «да», говорит о том, что мы нашли компромиссное решение. И до конца этого месяца постановление должно быть принято. Три заседания, и до этого вы тоже находили компромиссное решение. Хорошо, если так, но почему тогда люди в понедельник вышли на Октябрьскую площадь? Почему они выступали против? Знаете, сегодня просто вообще непростая ситуация, потому что мы строим в рамках Союза ЕАЭС общие технические требования. Это требования Союза. Сегодня это сложный процесс для стран, потому что вот это подтверждение соответствия товара, откуда произошел товар, и подтвердить его качество и безопасность на территории всех стран. Это нововведение, оно сложное. Поэтому оно вызывает определенную чувствительность и болезненность со стороны малого бизнеса. У них есть просто определенная боязнь, что они не справятся, и к ним могут быть применены определенные штрафные санкции. Вот эта боязнь их толкает на, наверное, какие-то такие протестные решения. Я думаю, что сейчас ситуация в корне поменялась, потому что нужно вместе проживать вот этот процесс, двигаться в сторону выстраивания новых требований, того, что предлагает нам 222-й указ. Принято какие-то решения. Вы сказали, что это, в общем, не только наша проблема, это проблема всего евро-азиатского экономического сообщества. Так ведь, да? Эти проблемы, они распространяются на предпринимателей в России, в Казахстане. Там они тоже сталкиваются с ними? Конечно, все страны с этим сталкиваются. Другое дело, какая будет дисциплина исполнительская, и как быстро эти процессы начнутся. Я пытаюсь понять, почему у нас-то искрит? Мы что, строже, чем в других странах подходим к этому, к исполнению тех решений, которые приняли? Ну, так мы были дисциплинированы. Ну, наверное, улыбки так и есть. Да, правда, да. Это не улыбки, это действительно так и есть, и поэтому даже наш бизнес, малый бизнес, он всегда привык, наверное, вот к этой исполнительности. И если есть норма закона, значит, она должна в стране у нас исполняться. Ирина Анатольевна, я хочу, чтобы Минэкономики как-то дало понять малому бизнесу, малым предпринимателям, индивидуальным предпринимателям, что они нужны. Как это сделать? Конечно, нужны. Сегодня у нас индивидуальное предпринимательство, вклад его в баловой внутренний продукт 3,6%. Это в целом. Всего у нас в стране 240 тысяч индивидуальных предпринимателей. Но вот у нас сразу восприятие, что это все, которые занимаются торговлей. Нет. У нас есть индивидуальный предприниматель, который занимается производством. Есть индивидуальный предприниматель, который оказывает бытовые услуги. Это очень серьезное такое, который занимается автосервисом, ремонтом автомобилей. Есть, конечно, сегмент индивидуальных предпринимателей, которые занимаются торговлей. Бесспорно, мы говорим, 80% это услуги. И тот вклад, который они сегодня делают в добавленную стоимость страны, он 3-6%. Это тоже вклад. И сегодня мы за то, чтобы бизнес развивался. Малый, микро, средний, крупный. Мы за то, чтобы он развивался. Но мы говорим о том, что все, что делает бизнес, это должно быть прозрачно. И главное, легально. И при этом ты занимаешься индивидуальным предпринимателем торговлей, либо ты юридическое лицо, но с численностью 4 человека, и тоже занимаешься торговлей. Равные должны быть условия. Прямо перед нашим интервью я показал данные, которые были получены за 14 февраля, если не ошибаюсь, в сравнении с 4. Сколько предпринимателей в Минске, в столице, вышли на работу, возобновили после январского простоя. Получается, что большинство, в общем. А как по стране-то по всей? Уже прошел вот этот вот тяжелый месяц, январь, начало февраля. Уже вернулись к работе люди? Ну, я не думаю, что мы скажем, что такая картина уже такая же, как она была, предположим, год назад. Уже процессы прошли, и они эволюционно проходят. Наверное, идет уменьшение отток индивидуальных предпринимателей. Но если говорить более конкретными цифрами, ну, конечно, Минск, столица, здесь активность больше индивидуальных предпринимателей. Если говорить по стране, то в торговых центрах, у нас сегодня их 540 в стране торговых центров, это где-то порядка, ну, 76-60%. Вот у меня такие данные на 12-е, ну, или 14-е число. И рынки у нас их меньше, идет уболь, естественно, рынков, 340 рынков в стране. Там ситуация несколько другая картина, но тоже идет такой рост за неделю, где-то процент или 1,3%. Где-то порядка, около 30% работающих людей, 37% работающих. То есть, картинка идет в сторону увеличения. Люди выходят на работу. Это видно по уплате единого налога, по количеству налогоплательщиков. Ирина Анатольевна, можно сказать, что пик напряжения уже пройден. И те вопросы, которые остались, мы будем решать уже в рабочем порядке. Как много займет времени это? Это все зависит от индивидуальных предпринимателей. Мы готовы работать столько с ними, сколько им это надо. Ирина Анатольевна, Ирина Владимировна, я благодарю вас. Ирина Костевич и Ирина Наркевич, заместители министра экономики и торговли, принимали участие в нашей программе.